Сегодня 14 января, четверг, свою работу продолжает информационная служба канала РТВ. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Серия комбинированных террористических атак в Джакарте. Столица Индонезии подверглась скоординированным нападениям. По данным СМИ, число жертв идет на десятки. Полиция азиатского государства через несколько часов после атак сообщила о нейтрализации всех нападавших. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Исламское государство». В свою очередь, индонезийские следователи отметили, устроившие взрывы в Джакарте действовали по сценарию парижских террористов. Моя коллега не на Шамуге, а знает больше. Кровавое утро в Джакарте устроила группа примерно из 10-15 боевиков, в том числе нескольких террористов-смертников. Первым объектом нападения стал полицейский пост возле входа в популярный торговый центр в фешенобельном районе Джакарты. Там всегда много иностранцев. Страж порядка погиб на месте от взрыва гранаты. После этого завязалась перестрелка. Трое прохожих получили ранения. Террористы бросили ещё одну гранату в кафе «Старбакс». А затем вбежали в здание Джакарского театра. «Я ехал на мотоцикле, когда у полицейского поста произошёл взрыв. Я видел бегущих людей и двух, лежащих на земле, истекающих кровью. А потом я увидел двух человек на мотоцикле. У них сзади был пакет. Это они бросили бомбу». Те, кто оказался неподалёку, рассказывают. После того, как у места взрыва собралась толпа, появились террористы и открыли по людям огонь. Боевики действовали хладнокровно. Расстреляв одну обойму, нападавший перезарядил оружие и продолжил расстреливать всех, кто оказался в поле зрения. Атаки были осуществлены непосредственной близостью от американского посольства и правительственных офисов в районе Вахиджи-Сим. Череда взрывов возле посольств Турции и Пакистана. Атаки привели к панике в центре Джакарты. Полиция блокировала несколько кварталов. В контррористической операции участвовали снайперы и военнослужащие. В центре столицы Индонезии – бронетехника. Из высотных зданий, расположенных в районе взрывов, эвакуированы все жители. Сразу после атак власти заявили – это теракт. С обращением к нации выступил президент страны. «Мы выражаем наши соболезнования в связи с последними событиями. Мы осуждаем действия, которые нарушают общественную безопасность и сеют ужас. Но наш народ не должен бояться, нас не победить этими актами терроризма. Я надеюсь, что люди будут сохранять спокойствие, потому что все находится под контролем». По последним данным, жертвами атак стали по меньшей мере семь человек, в том числе двое иностранцев, один из которых – сотрудник ООН, подданный Нидерландов. В то же время Аль-Джазира сообщает о гибели не менее 17 человек, в том числе пяти полицейских. Правоохранители Джакарты сообщают о нейтрализации всех нападавших. Нескольких боевиков удалось взять живыми. Ответы на вопрос, кто стоит за атаками, ждать пришлось недолго. Исламское государство взяло на себя ответственность за серию атак столицы Индонезии. Радикальных исламистов подозревали и правоохранители азиатского государства, которые за несколько недо терактов получали угрозы. «Боевики ИГИЛ определённо причастны к терактам. Полиция Джакарты ранее получила сообщение с таким текстом. В Индонезии будет концерт, о котором будут говорить все мировые СМИ». После серии парижских нападений, в частности на концертный зал «Батаклан», слово «концерт» полицейские расценили как угроза теракта. Параллели между серией атак в Джакарте с наябрьскими событиями в Париже проводят и правоохранители, и журналисты. В обеих столицах взрывы были совершены несколькими скоординированными группами. Целью террористов стали места большого скопления людей. Неудавшийся теракт на западном берегу реки Йордан. Вооружённый ножом палестинец попытался напасть на израильских военнослужащих. Произошло это на одном из перекрёстков недалеко от Хеврона. Солдаты успели открыть огонь по террористу, нейтрализовав его. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Нападение с применением холодного оружия происходит в регионе систематически. В последний раз такой инцидент произошёл позавчера. Всего за две недели 2016 года палестинские экстремисты совершили уже 10 терактов против израильтян. В том числе с использованием ножей. В Израиле госпитализирован бывший президент и один из старейших политиков страны Шимон Перес. Экс-глава государства был доставлен в больницу с болями в груди. Как выяснилось позднее, 92-летний лауреат Нобелевской премии мира перенёс лёгкий инфаркт. Ему была проведена операция по катетеризации сердца. По словам медиков, пациент чувствует себя хорошо. Политическая карьера Шимона Переса длилась более 70 лет. С 1959 по 2007 год он непрерывно избирался в КНЕСЭ. Дважды возглавлял правительство, дважды Министерство обороны и три раза МИД. Руководил он также МВД, Минфином, Министерством связи, Министерством транспорта и другими ведомствами. А пост президента Израиля занимал с 2007 по 2014 год. Сейчас Перес занимается общественной деятельностью. Джекпот сорван в США. В США прошёл розыгрыш крупнейшей американской лотереи Powerball. Была определена комбинация для выигрыша рекордных полутора миллиардов долларов. Шанс получить главный приз составлял 1 к 292 миллионам. Впрочем, победителем оказался не один человек. Денежный приз придётся делить как минимум на троих. Как заявили организаторы, выигрышные билеты были куплены в трёх разных штатах – Калифорнии, Флориде и Теннесси. Один из счастливчиков приобрёл свой билет в Чино Хиллс, пригороде Лос-Анджелеса. Кстати, деньги получат не только выигравшие баснословную сумму, но и магазин, продавший билет. Как сообщается, размер бонуса составляет 1 миллион долларов. Собственно, джекпот не только поделят между победителями и суммой выигрыша будет удержан федеральный налог – почти 40% – и налоги штатов, в котором билет был продан. Кроме того, по правилам лотереи Powerball, всю сумму можно получить только в рассрочку в течение 30 лет. Если же победитель захочет взять деньги сразу, ему придётся отказаться почти от третьего выигрыша. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске на РТВА я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok